Привет, ребята! Сейчас день. Я наконец-то сажусь кушать. Уложила спать маленькую. Как ни животики, так нам какать хочется, так еще что-то. Конечно, страдаем от всего. Ой, что поделать? Сейчас особо на себя и времени нет. Мамочка у меня прилетала на неделю. Ну, уже эта неделя пролетела. Она уже вчера улетела вообще. Просто так время быстро прошло. Сегодня свекровь приехала мне помогать. Приготовила покушать, помогла убрать. Потому что реально у меня сейчас время только на маленькую. Когда она хорошо спит, то все нормально. А когда, конечно, ее животик беспокоит, то долго не можем ложиться спотоньки. Вот. В общем, да, есть чем заняться. Кушаю тут перцы фаршированные. Мне свекровь приготовила. Там синенькие. Такие вот два красивых лака мне пришли. Я себе заказала от Dior. Вот сижу и думаю, каким накрасить. Этот более персиковый, Wonderland. А вот этот, даже не знаю, как произнести, 661. Такой малиновый, очень красивый. Накрасила розовеньким. 661. Очень-очень красивый цвет и не фокусируется, как всегда. Боже мой, я уже хочу новую камеру скорее купить. И здесь у меня еще подарок от наших друзей. Сейчас открою, наверное, в спальню. Мыстренько. Потому что я хочу пойти уже лечь спать. Друзья сейчас наши живут во Львове. И девочка позвонила, спросила, что подарить. Я такая задумалась, что подарить для маленькой. А потом вспомнила, что я хотела комбинезончик. В общем, скинула ссылочку. И да, теперь у нас есть такая прелесть. Я попробую внизу оставить ссылочку. Это наша украинская фирма. Я вообще очень давно смотрела на их одежду. Уже думала, знаете, когда уже родится маленькая. Скорее, чтобы что-то вот оттуда заиметь. Вот такой вот у нас комбинезончик на осень будет. Это 68 размер. Такой вот он велюровый, очень красивый. С такими кошачьими лапками, кошачьими ушками. Вот фирма Бонко. Бонко Китс. Такая вот прелесть. Такие вот тут ножки. Ну, как бы все на вырос. Потому что сейчас у нас есть много-много всего. Вот он приятненький, хлопковый. Внутри вообще такой мягенький, приятный. Какое, короче, то. Ну, будем расти, чтобы одевать. Думаю, в Польше можно будет в этом и зимой ходить. Это идет плюс 5. Потому что там нет таких зим, как у нас, естественно. Еще такая вот красота. Еще положила на подарочек вот такие вот. Как-то можно сказать. Ну, как погремушка, не погремушка. Но такая вот игрушечка. А, и вот эта вот шапочка еще к комбинезончику тоже розовенько идет. Такая вот красота. Кокусики. Сегодня у нас воскресенье. Не помню, когда я последний раз снимала. Сейчас уложила малышку спать. Весь день с самого утра со мной свекровь была. Вообще, если честно, не представляю, как люди, к примеру, сами справляются с ребенком. Потому что порой даже времени покушать нет. Вот. Я хочу сейчас все-таки засесть, если она нормально будет спать. Отснять видео на палетку от Urban Decay новую. Я ее еще даже не пробовала. Вот хочу отснять как бы первое впечатление. Стоит ли она своих денег вообще. Такая вот красота. Здесь у меня блок от моего молока от СОЦа. А еще у меня новая штучка пришла. Майка Слинг. Вот такая вот здесь черненькая. Но мы особо сейчас... Боже, мне что-то голос садится. Мы особо сейчас в ней не ходим. Вообще, даже в Слинге не ходим. Просто потому что оно очень жарко. Ее надо постирать. Это от бренда Слинга Майка. Они в России представлены. Такая черненькая. Вообще, очень прикольная штучка. То есть, вы одеваете как майку. И здесь такой специальный вкладыш. А как Слинге можно вот малыша с собой как бы носить. Вот отнесу в стирку. Не знаю, чего у меня голос садится. У меня всегда сейчас сушит. Очень-очень постоянно хочется пить. Вообще, вот от грудного скармливания просто безумно пить хочется. Реально. Вот буду сейчас начать настраивать камеру. Садиться. Надеюсь, что все получится. Потому что хочется отснять видео какое-то. И пойду, наверное, отдыхать тоже. Очень много вопросов задавали. Как котики встретили маленькую. На самом деле, Яша и Белки абсолютно безразлично. Есть она или нет. Только если она там громко кричит. То тогда они обращают внимания. А вот Лилия, она у нас такая, знаете, более такая, я не знаю, даже вот к людям. Она вот очень чувствует. Вот она больше всего интересовалась. И вот так вот сюда смотрит на нее. Там в кроватку заглядывает. Или там внизу спит под кроваткой. Так что вот я могу сказать, что вот Лилия как бы больше всего обращает внимание. А так вообще, ну, хорошо как бы. Хорошо, что не лезут в кровать. То есть все в этом плане нормально. Что-то еще у меня всегда спрашивали. А, насчет моего веса. Вы знаете, я сбросила абсолютно вес, свой вес, который я набрала в беременность. Даже больше, скорее всего. Вот. Я за беременность в последний раз, когда я была на 34-й неделе, у меня было плюс 10 килограмм. Ну, возможно, конечно, к 40-й я еще набрала, потому что у меня такой большой животик был. Но я думаю, что по мне видно, что я довольно-таки сильно похудела. Хотя у меня еще есть животик. Естественно, матка еще сокращается. Сейчас вам покажу вот сейчас как бы как я выгляжу, скажем так. Пижамные шортики. То есть животик еще такой вот есть. Надеюсь, что вентилятор не сильно мешает. Просто очень жарко. Ну, такой вот как бы животик, он такой непонятный. Вот. Ну, вот такой вот. В любом случае, женский организм восстанавливается. Это не то, что там неделя или еще что-то. Это несколько месяцев должно пройти. И в любом случае, как я говорила раньше, бандаж я носить не буду, потому что организм должен сам восстанавливаться. Органы должны сами все на место становиться. Матка должна сама работать. Еще у меня безумно длинные волосы. Мне так хочется их немного подстричь. Они у меня уже настолько выросли. Посмотрите на эту длину. Они у меня уже почти до талии. Реально у меня постоянно спрашивают, как ты отращиваешь такие длинные волосы. На самом деле, просто я их не стриблю и все. Растут у меня, да, многие говорят, как у ведьмы. Нужно бы обновить цвет, но я не знаю, когда я это сделаю, потому что с этой краской надо очень долго быть. Если бы я могла мастера к себе домой вызвать. В общем, посмотрим. Вроде это все, что вы спрашивали. Такое прям часто, 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 что спрашиваю. В общем, лучше буду садиться снимать видео, то вдруг у меня не будет уже возможности. Привет, ребятки! Еще одно лирическое отступление от влогов. Хотела вам быстренько показать. Сегодня была на почте. Забрала уже результаты анализов на титр от Бешенства котов. Вроде все в порядке. Маленькая сейчас спит, но так, пробуждается, потому что она должна обычно в это время, она ходит в туалет, поэтому я так ее уложила, но знаю, что это ненадолго. Не хотела вам показать, тоже забрала вот такую вот. Она себя будит во сне, поэтому я заказывала с нашего украинского сайта вот такой вот МакБэйби. Там такие цены очень хорошие, и большой ассортимент, такой вот подарочек. Я заказывала пеленку, одну безразмерную, такой спальник, а это вот решила бодик, потому что удобно, если там памперс менять, и что еще. И удобно, потому что не так жарко. Ну, так что сегодня забрала, сейчас буду закидывать стирку. Она просто такая удобная. Знаете, такая евро-типа пеленочка. Здесь можно раскрывать, чтобы ручки были свободны, либо вот так вот, ну, либо вот так закрыто как бы. Это прям спасение, потому что она реально так себя бьет во сне, что просыпается от этого, что это просто хлопок. Она вообще была недорога, 190 гривен. Это отличная штучка. Сейчас закину стирку, хочу что-то перекусить. Быстренько посмотрим. Надеюсь, что времени хватит на это. Она уже, она уже около часа, кстати, спит, поэтому может очень быстро проснуться, потому что обычно мы немножко позже уходим на такой более долгий дневной сон. Конечно, я не знаю. Я не помню, во влоге я говорила или нет, но расскажите. Вообще у новорожденных есть какой-то режим? Потому что мы особо никак не вписываемся в режим. Она утром практически вообще не спит. То есть мы просыпаемся где-то, ну, где-то в 6.30, где-то в 7. И потом ее очень тяжело надолго уложить. И только вот где-то после 2-х, после 3-х она снова, в принципе, как-то так нормально укладывается. Не знаю. Пока, конечно, ну, тяжеловато, конечно. Вот. Хорошо, что мне помогают там по дому. Я забыла, что я курьем поставила греть. У нее пахнет супом. Хорошо, что мне помогают по дому, но с другой стороны, когда вот приходят гости или еще что-то, как-то она хуже спит. Когда мы одни, мне проще ее уложить спать. В общем, не знаю, от чего это зависит. Возможно, от того, что мне спокойнее все-таки я вообще люблю, знаете, вот так вот быть как бы одна. Ну, дома мне как-то так вот спокойно. Вот, что я еще хотела сказать. В общем, сейчас закину стирку, посмотрим, вернусь ли я к вам. На обед у меня вот такой вот бульончик из домашней курочки. Ну, саму курицу я уже выела из супа, поэтому пока просто бульон. У меня здесь чиабатта. Здесь разное мяско у меня. Свекров привезла там домашняя колбаса. Такая вот штучка с мясом, языком. В общем, там всякое такое разное. Многие тоже спрашивали вообще, какого у меня сейчас питания на грудном вскармливании. И что, в общем-то, блин, один персик уже испортился, придется выкинуть. Папа вчера принес. Что нам на курсах рассказывали, что, в принципе, так и есть. Ну, как бы от колика вы никуда не денетесь. Да, у нас животик, нас иногда мучает. Уже, кстати, не так, как раньше. От колика в любом случае. То есть, да, это как-то зависит от вашего питания. Но дело в том, что в любом случае у всех деток есть колики. Больше идет питание вообще как бы для мамы, для восстановления все-таки кишечника, чтобы органы все становились на место, чтобы не перегружать кишечник. Поэтому, в принципе, я сейчас кушаю все, что я кушала и раньше. Просто она более щадящая чисто для меня диета, потому что у меня как бы подживудочная, ну, больная у меня панкреатит. То есть, мне нужно такую вот щадящую, просто чтобы, ну, себя хорошо чувствовать. Из такого, что я не ем, я сейчас, в принципе, не ем ни сырых овощей, особо тоже сырые фрукты, ну, стараюсь много не кушать. Опять же, даже больше просто для меня, потому что, когда я была в роддоме, вот от всех этих препаратов, я немножко чувствовала, что вот у меня подживудочная снова болит, а у кого как бы есть панкреатит, вы знаете, ну, и вообще просто по жизни, а сырые овощи и фрукты, они тяжелее перевариваются организмом. Вот, поэтому я как бы стараюсь их исключать. Если это овощи, то это приготовленные какие-то рагу, вот, если это фрукты, ну, там, компоты, вот, так что такие вот дела. Ну, естественно, стараюсь там, ну, красные продукты, я не ем, хотя я ела буряк, и как бы она нормально абсолютно на это реагирует, но не ем помидоры. Опять же, потому что, да, говорят, что вдруг аллергия какая-то будет, но у нас, тьфу-тьфу-тьфу, нет никаких там аллергических реакций, ни на что. Как бы, мне кажется, знаете, как вы привыкли кушать, все-таки вы 9 месяцев носили ребеночка, если вы привыкли к той еде, если вы постоянно ее кушали, то, естественно, и ребенок ваш получал, ну, ту же еду, грубо говоря, да, только переработанную уже. Вот. Это все, что я хотела, вроде, пока сказать. Субтитры сделал DimaTorzok